Вы в курсе, что только с начала этого года в Краснодарском крае зафиксировано более 11 тысяч случаев серой занятости для выявления так называемых налоговых зайцев в регионе. В Сочи в частности созданы рабочие группы, что особенно актуально в летний период, когда занятость населения возрастает, а зарплата утекает в конверты. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Инга Габешия. В целом, власти Кубани до конца года обещают вывести из тени более сотни тысяч человек. Но с началом курортного сезона их может стать больше. О том, как в городе-курорте борются с серыми работодателями, мы поговорим с начальником отдела трудовых отношений охраны труда Центра занятости населения города Сочи. Гость нашей студии сегодня Ольга Ребекко. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. В принципе, не секрет, что в России стремительно сереют зарплаты, если так можно выразиться. И количество работодателей, которые предпочитают выдавать деньги в конвертах, возрастает не только в кризис, но и в летний период. Так ли это, что именно летом многие работают неформально, неофициально? Да, можно сказать, что в городе Сочи это особенно актуально, как и на любом, наверное, курорте, где в летний период повышается объем работы, начинают работать все санатории, гостиницы, дополнительные какие-то услуги оказываются. То есть все едут на море, все едут сюда. Естественно, работников в летний период увеличивается, количество работников в летний период практически на треть, можно так даже сказать. Это и приезжая рабочая сила. И вот в основном, конечно, в летний период у нас вот эта неформальная занятость начинает процветать пышным цветом. И это серая заработная плата. То есть, скажем так, среднесовестливые предприниматели именно платят серую заработную плату. То есть они доплачивают в конверте от минимальной заработной платы, а уже наиболее такие, те, которые стараются отработать лето и зиму поотдыхать, они работают полностью в черную, как мы говорим. То есть они не оформляют трудовые отношения, выплачивают заработную плату даже не в конверте, а просто выплачивают, не фиксируя ее нигде. Ни в ведомостях, ни на карточках никакие там не делают эти. Просто наличку раздают работникам и все. И вот эта часть работы, она у нас фиксируется как неформальная занятость, потому что трудовые отношения не оформлены в установленном порядке в соответствии с трудовым законодательством, как в письменном виде, как положено. Естественно, отсюда цепочка колоссальных трудовых нарушений, налоговых нарушений, вплоть до уголовного права. Потому что мы недополучаем, во-первых, совершенно огромное количество в бюджет денег, во-вторых, работник сам по себе, он лишен не только заработной платы, потому что завтра ему могут пообещать заплатить, послезавтра еще раз пообещать, а послезавтра его просто отправят и скажут, на твое место сегодня придет следующее, это лето. Поэтому все социальные гарантии, которые регламентированы государством, они напрочь отсутствуют в этой ситуации. Поэтому это очень важная часть нашей работы, бороться с этой неформальной занятостью, зло даже не назовешь, это катастрофа, скажем так. Если говорить о лете, то в это время года возможность устроиться на временную работу, особенно появляется у студентов, школьников. Вот как им защититься от недобросовестных работодателей? Какими трудовыми правами обладают несовершеннолетние? Нередки случаи, когда после каникул подростки жалуются, что кого-то из них незаконно уволили или кому-то вообще не выплатили зарплату. Вот такой небольшой ликбез, если можно, для несовершеннолетних. Я скажу вам, что сразу оговорюсь, что в городе Сочи практически нет таких случаев, с заречайшим исключением, по каким-то причинам, где несовершеннолетний или студент, отработав лето, не получил заработную плату. Эти случаи не могут быть лишь только потому, что все, кто работает несовершеннолетние, школьники, студенты, они все у нас проходят регистрацию в центре занятости. Если говорить в целом о неформальной занятости, сколько у нас горожан получают зарплату по серой схеме, если есть такие цифры? Мы работаем с неформальной занятостью уже второй год, можно так сказать, уже более года. И провели аналитику статистических данных, аналитику баланса трудовых ресурсов. И цифра, она действительно большая. Но есть нюансы, и озвучивать полностью эту цифру, это значит, скажем так, себе предопределять большое количество работы больше, чем она есть, и мы можем ее выполнить. Мы ориентируемся на цифру до 20 тысяч. Вот она такая реальная, с которой можно работать, скажем так, потому что невыполнимых задач и целей ставить неразумно. Неформальная занятость, работа в этой сфере, она предполагает очень много, скажем так, каких-то организационных действий. И законодательной такой базы, алгоритма определенного, она еще не выработана. Есть, допустим, распоряжение вице-премьера Голодец Ольги Юрьевны о том, что эту работу надо делать. 31 декабря указом президента Владимира Владимировича Путина, значит, на, сейчас я скажу правильно, о стратегии национальной безопасности, указ называется, он выдан. Там есть раздел экономический рост, и в этом разделе прямо написано, работа по сокращению неформальной занятости внесена в стратегию национальной безопасности. То есть уровень неформальной занятости, он не такой просто, вот как на уровне в сфере трудового законодательства, но тянет за собой цепочку больших нарушений. Мы уже об этом говорили, это абсолютно не наполнение бюджета городского, это не наполнение пенсионного фонда, фонда социального страхования. И результатом это недополучение пенсии, пособий, заработной платы огромного количества муниципальных служащих и государственных служащих. Поэтому здесь это действительно, скажем, тема уже имеет статус, я бы сказала, что это здесь даже не надо... Стратегический вопрос. Это стратегический вопрос, да, национальной безопасности. Потому что если у нас будут пустые бюджеты, это значит социальная напряженность и взрыв. Ну вот мало того, что так называемые серые работодатели лишают трудящихся достойной пенсии в будущем, как вы сказали, оставляют их социально незащищенными, они еще и уклоняются, опять-таки, от налогов. А налоги на физических лиц, как мы знаем, основной налог края. Для пресечения подобной деятельности в скором времени начнет действовать механизм, который позволит эффективно анализировать рынок труда с точки зрения состояния налоговой базы. Вот впервые по итогам первого квартала 2016 года предприятия начнут предоставлять в фискальные органы, поясню, что... То есть правоохранительные органы, которые осуществляют налоговый контроль, они будут предоставлять декларацию по налогу на доходы физлиц. Вот что там будет прописано, что это за декларация и поможет ли этот документ бороться с серыми зарплатами? Я могу объяснить, как мы будем работать с этой отчетностью новой, квартальной. Она очень помогает неформальной занятости. Ну, я вам скажу, что мы разработали в городе Сочи свой алгоритм работы с неформальной занятостью. Это вот вчера приняли решение, подняли статус комиссии, которая работает с предпринимателями, вызываемых и работаем с ними по выявленной уже неформальной занятости. У нас есть пять мобильных групп по пяти направлениям, крупным отраслям, которые имеют по нашей аналитике наиболее большое количество неформальной занятости, предполагаемой, скажем так. У нас эти пять мобильных групп приносят информацию, отдают ее в эту комиссию. В эту комиссию мы эти предприятия вызываем, с ними работаем и направляем данные в Государственную инспекцию труда. Но прежде чем передать документы в Государственную инспекцию труда, мы привлекаем налоговую службу, которая делает аналитику по этим предприятиям. Платят они эти налоги, сдали они эту отчетность. И какая это отчетность? Потому что когда начинается сезон, а налог все еще соответствует, скажем так, декабрю или январю месяцу, и по доходам, и, скажем так, не соответствует. То есть уже в полную силу работает предприятие, а налоги или маленькие... Там будет прописана и сама зарплата, и количество работников. Да, обязательно. Пенсионная служба у нас. Обязательно мы эти предприятия через базы пенсионного фонда проверяем на налоги. Пенсионный фонд имеет право посмотреть деятельность по банковской, даже деятельность движения средств этого предприятия. То есть если у него обороты миллионные идут, а у него зафиксировано 2 или 3 человека в работе, и налоги сданы всего на двоих, естественно, понятно, что 20 миллионов эти люди не могут отработать. Это невысокие технологии, это, допустим, элементарная какая-нибудь телестройка, причем такого немасштабного уровня, или торговля, допустим, какой-то магазин. То есть мы, естественно, понимаем процесс, в котором находимся, понимаем, какое предприятие мы проверяем, потому что, как правило, работники долго работают. И мы проверяем через ФМС, допустим, если на этом предприятии иностранная рабочая сила, там тоже своя заработная плата регламентируется. Потому что, когда мы выдаем квоту на работу по иностранной рабочей силе, там уровень заработной платы немножко повышен по сравнению с региональным соглашением. То есть это выше, чем 10444, как сегодня, это минимальная заработная плата по Краснодарскому краю. То есть где-то мы требуем в отраслях среднеотраслевую заработную плату, но в основном с тех предприятий, которые работают с иностранной рабочей силой. Поэтому сейчас в работе, поскольку это все-таки стратегия национальной безопасности, нам разрешено работать со всеми службами. И налоговый, и пенсионный фонд, и миграционная служба. Мы со своей стороны, у нас есть уведомительная регистрация коллективных договоров, где предприятие при регистрации обязательно представляет справку о том, какая у них заработная плата. То есть можно говорить о том, что благодаря этим новым механизмам работы борьба станет результативнее. Да, мы очень надеемся, мы вот сейчас долго запрягаем, мы, скажем так, проиграли или проработали несколько вариантов работы с неформальной занятостью. Вот остановились на масштабном таком варианте, где повысили статус комиссии. Еще раз повторюсь, ее будет возглавлять Анатолий Николаевич Пахомов. Туда входят все заместители главы. Там присутствует налоговая служба, управление внутренних дел, государственная инспекция труда. То есть все ведомства, которые заинтересованы в том, чтобы получить результат прежде всего. И я думаю, мы его получим. Да, было бы здорово. Вот есть цифра, что на Кубани 619 тысяч неработающих, трудоспособных. И из них только 11 тысяч состоят на учете в службе занятости, ну вот как безработные. Вот если вычислить, то остается 608 тысяч человек, которые официально нигде не числятся, но наверняка работают, соответственно, и не платят налоги. Вот Вениамин Кондратьев и на планерках, и на совбезах, он призывает к борьбе с неофициальным трудоустройством. Вот процитирую губернатора. «Необходимо создать условия, чтобы людям было выгоднее работать официально, чтобы им было проще прийти и зарегистрироваться, нежели чем работать в тени. Надо, чтобы земля горела под ногами тех, кто привык работать в сером режиме». Мощно сказано, конечно же. Да, я бы согласилась полностью с нашим губернатором в этой части, потому что, вот допустим, если мы ставим цель какую-то в какой-то работе, она предполагает какой-то алгоритм движения. Вообще, для чего мы занимаемся неформальной занятостью? В неформальной занятости я вижу, скажем так, три цели. Первая и, безусловно, это наполнение бюджета. Вторая, это, конечно, возвращение и работника, и работодателя в рамки трудовых отношений в соответствии с законодательством. И третья цель, это воспитание правовой грамотности того же работодателя и того же работника. Ни работник, ни работодатель. Ну, работодатели у нас, конечно, в правовом отношении оставляют желать лучшего. Даже я уж тут и спорить не надо. Мы много работаем в этой сфере. Работник тоже удивляет нас своей такой безграмотностью. И вот не просто незащищенностью, а нежеланием знать больше, чем ему положено. Кодекс стоит 30, 40, ну пусть 60 рублей. Прочитать хотя бы элементарные свои права. Понимать, что если ты сегодня не получаешь заработную плату, или вступаешь в сговор с работодателем на вот эту зарплату с конвертной частью, то ты лишаешь себя больничного листа, трудового отпуска, нормально оплачиваемого. Опять же, если это мамочки, это пособие по уходу за ребенком, это оплата больничного листа по беременности и родам. И в конце это маленькая пенсия. И опять все возвращается к нам в государство. Государство этим обеспокоено. Потому что все социальные недочеты, которые сегодня нам дает неформальная занятость, они нам вернутся в виде маленькой пенсии, опять же, того же социального взрыва. То есть тут все, конечно, абсолютно точно, абсолютно это. И работа это, я так думаю, она не будет. У нее просто цели есть, близкие цели, а есть долговременные. Вот эта вот правовая культура россиянина, скажем так, она просто должна обязательно быть целью этой работы, иначе она становится бессмысленной и компанейской. То есть мы сегодня выполним план, завтра там, допустим, какую-то часть формализуем. Но если ты уже для себя не воспитаешь эту правовую культуру, то завтра мы опять начнем это же самое делать. Ну, в Сочи действительно давно объявили войну зарплатам в конвертах. Сегодня, как вы уже сказали, ко всему прочему, во всех отраслевых управлениях города работают специальные комиссии по противодействию коррупции. Вы рассказали о том, кто их возглавляет, но вот, возможно, есть уже информация, есть ли результаты их работы, и удалось ли уже с их помощью легализовать какие-то трудовые отношения. Да, конечно. Вот за последний месяц мы отработали и 3000 договоров мы заключили. То есть, конечно, результаты есть. Просто результаты эти маленькие для нас. Масштабы понимания неформальной занятости в городе, и даже, ну, скрывать этого нечего, у нас есть плановая цифра, мы ее еще не дотягиваем. И, естественно, мы делаем все, чтобы это все сделать. Скажем так, закрыть эту цифру. Примеры, конечно, есть. Это и в торговле, это и в санаторно-курортной отрасли. Там мы сейчас занимаемся и мини-гостиницами, туристическими. Да, кстати, хотела спросить, в каких сферах особо актуальна эта проблема? Особо актуальна это... И кто создает дыры в бюджете города? Значит, это торговля. Огромные дыры нам создают. И несмотря на колоссальное снижение объема строительно-монтажных работ, это строители. Там везде работают эти контактные мобильные группы. Это жилищно-коммунальная сфера, это управляющие компании. Это те дома, которые у нас сейчас обслуживаются. Там создаются управляющие компании. Естественно, там есть штат, но они какие-то такие локальные, закрытые за забором. С ними очень сложно работать, но мы работаем. И там есть подвижки и, естественно, транспорт. Еще один произвол работодателей – это задолженность по зарплате. В регионе она составляет более 500 миллионов рублей. И, как говорит, опять же, губернатор, это не является результатом экономического кризиса, это произвол работодателей. И вот предлагаю послушать комментарий главы региона. Людям нужна просто зарплата. И все. И в их понимании – это просто зарплата. И это очень легко. Вот так щелкнули мы щелчком и зарплату принесли. И они не будут разбираться в экономических проблемах ни предприятия, ни экономики в целом. То есть им это неинтересно. И они правы. Потому что они пришли в 8 утра на работу и ушли оттуда в 5 или в 6. И будьте добры, дайте им зарплату. И больше их ничего не должно волновать. И это правильно. Их больше ничего не должно волновать. А все должно остальное волновать наш с вами. Вот поэтому оно нас с вами и волнует. Поэтому мне важно понимать, как идет взаимодействие, или оно не идет. Я, естественно, это не просто вынужденно, а и поскольку много лет работаю в этом отделе, соглашусь с тем, что это в большинстве случаев произвол работодателя. То есть у нас есть работодатели безответственные, полностью безответственные. И у нас есть большая сфера работы в отделе по труду. Это социально-трудовые отношения, трехсторонняя комиссия, трехстороннее соглашение между администрацией, работодателями и профсоюзом. Это соглашение предусматривает и уровень заработной платы, и обязательность выплаты заработной платы. И вот работая в этой сфере, мы под это соглашение с большим трудом привлекаем предпринимателей. То есть это огромный пласт работы для работы. Потому что коллективный договор, отраслевое соглашение категорически запрещает неформальную занятость. То есть этого не может быть, потому что у тебя есть коллективный договор. Там есть заработная плата, она соответствует государственному регламентируемому уровню заработной платы, не ниже. Там нет задолженности, как правило, если это не какое-то там катастрофическое положение, связанное или с катаклизмами, или с банкротством. Ну, бывают случаи всякие, это существует в процессе труда, скажем так. А сам работодатель, вот они отказываются от этих отношений. То есть не хотят они с работниками заключать этот коллективный договор, потому что это, помимо законодательного, обязательство еще перед своим коллективом, что все у тебя будет в порядке, что ты честно попользуешься его трудом, и честно заплатишь заработную плату. Мы называем это социальная безответственность. Даже, скажем так, социально-трудовые отношения, мы уже говорим, не просто социальные, а социально-политические, потому что постоянно они провоцируют нас на вот эту негативку. Потому что уровень жалоб, у нас консультации есть, у нас есть дни открытых дверей, с которыми мы работаем, и работники приходят, как правило, и вот летний период, мы тоже почему на летний период, конечно, делаем акцент, в летний период особенно приезжая рабочая сила, они вообще бесправны. Если они не заключили трудовой договор, это считать, что они месяц отработают, их просто не заплатят заработную плату, а просто отправляют, скажут, что ты нам не подошел. Потом, нарушая закон, они, конечно, вот этот испытательный срок придумывают, что он не оплачивается. То есть идут на всякие увещрения. Да, здесь я соглашусь, что бизнес бессовестный. Много случится среди тех, кому должны? Нет, немного. У нас просто есть банкроты, сложившиеся после, скажем, постолимпийский. В основном это строители, есть люди, которые в этот период просто не смогли правильно организоваться и банкротиться. У нас банковская система резко забанкротилась, потому что лицензии отбираются. И складывается задолженность здесь, она, ну, нельзя сказать, что она нормальная, она просто складывается. А задолженность отдельных обращений граждан, у нас таких, вот они есть, мы их сразу закрываем. У нас рядом в нашем же здании работает Государственная инспекция труда, мы консультируем, если есть возможность. То есть оперативно закрываем эту задолженность. Если нет такой возможности, то, безусловно, после проверки Государственной инспекции труда мы стараемся, чтобы этот вопрос был закрыт. То есть вот такого массового, массовой невыплаты грешат в основном, конечно, строители, но мы стараемся там тоже эти вопросы закрывать. Ну вот возвращаясь... В оперативном порядке, скажем так. Возвращаясь к теме неофициальной получки, что сделать, если по телефону или на собеседовании вам говорят, что будут платить зарплату в конвертах. Что мы можем посоветовать нашим трудящимся? Вот совет один. Не соглашаться прежде всего. Во-первых, это незаконно. Человек привыкает, требуя от государства определенных льгот, скажем так, мы же требуем от государства и налоги, и социалку, и прочие всякие льготы. Мы апеллируем государству очень часто, не надеясь на себя, и так уж мы приучены. А здесь прямой сговор с работодателем. И потом это я каждый раз объясняю в личной беседе, и на семинарах мы всегда говорим, я стараюсь обязательно подчеркнуть, что если сегодня он тебе этот конверт выдал, это не значит, что он тебе выдаст его завтра. А ты будешь продолжать ждать, потому что у вас есть договор. Такие люди приходят к нам практически каждый день. И я хочу сказать, что если первые годы работы мы очень жалели таких работников, не понимая масштаба вообще всего этого, потому что профессионально тоже надо расти, и понимание ты растешь вместе со своим стажем работы и с опытом работы, то сейчас я категорически, можно сказать, в некоторой степени даже безжалостно отношусь к таким работникам. Ну, можно ли куда-то звонить, обращаться? Звонить бессмысленно, он в сговоре с работодателем. Нет, самому соискателю работы, вот ему предложили зарплату в конвертах. Ну, лучше бы, конечно, лучше бы сообщить или нам, в отделы по труду, или обязательно в гострудинспекцию, или даже в налоговую, что там работают конверты. Потому что вот в работе по неформальной занятости, мы уже здесь не видим ничего плохого, фискальная часть, она очень важна. Потому что мы должны знать, где это происходит. Вот. И если это достаточно серьезное предприятие, мы уже понимаем, что там достаточно большое количество налогов. Да. Эксперты уверяют, что если 10 или 20 серьезных и хороших работников откажутся от вакансий по причине серой зарплаты, то это заставит задуматься компанию и выплачивать белую зарплату. Также специалисты, изучающие данную проблему, считают, что соискателям нужно воспитывать рынок. Добавлю, что в Сочи регулярно проходят рейды для выявления неформально занятых жителей и работодателей. Спасибо вам огромное за беседу, исчерпывающие просто ответы. На этом время наша программа подошла к концу. Напомню, гостем нашей студии сегодня была Ольга Ребека, начальник отдела трудовых отношений охраны труда Центра занятости населения города Сочи. Будьте в курсе всех событий города. Всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо.